Здравствуйте, друзья! Давайте разберемся, как работает система «Старости нет», которую мы положили в приложение. Вот такое красивое оранжевое морковное приложение. Нажимаем на бутербродик, и что? У нас все ступени. Нулевая ступень – это движение. Движение – это жизнь. И она вся вашему вниманию. Каждая ступенечка состоит из 21 дня. Каждый день, что вы делаете? Вы утречком просыпаетесь, идете на кухню делать себе свой утренний напиток и включаете. Допустим, сегодня вы уже введение просмотрели, к введению я еще вернусь. Сегодня первый день. Старости нет, мы просто губим свои капиллярные сети. И нажимаете, пока вы готовите себе чай, кофе, лимонную водичку, вы прослушиваете, ну извините, получилось 17 минут, вы прослушиваете это 17-минутное видео. И обязательно скачайте трекер привычки, потому что это очень важно. Вы в течение 21 дня будете отмечать, сегодня была аэробная нагрузка, или ее сегодня не было. И ставить галочку, если она была. И не ставить галочку, если ее не было. Что такое моно-начальный тест Купера? Дойдете до этой информации на нулевой ступени? Тогда уже пройдете или скажете мне, не могу пройти, потому что не могу пробежать 12 минут. Что такое интервалы молодости? Как дойдете на третьей неделе к интервала молодости? Вот тогда начнете отмечать. То есть вот все по трекеру привычек. Так, возвращаемся и идем назад. Завтра просыпаетесь и идете на кухню готовить себе свой утренний напиток. И смотрите вторую часть. Всего будет 21 видео. Каждый день одно видео открываете. Будете чаще открывать. Ну залпом меня выпьете. А моя задача, чтобы вы меня не пили залпом, а чтобы вы спокойно, шаг за шагом, день за днем понимали все глубже и глубже, зачем вам двигаться. Вот 12 минуточка. Ну ладно. Я думала 5 минуточка, но получилось 12. Все это проходите, проходите, проходите. Давайте расскажу о введении. Это очень важно. Это домашнее задание. Анализы нужно сдавать, если вы хотите научиться их читать. Я не буду читать ваши анализы, если вы, конечно, специально не закажете такую опцию. Но я хочу, чтобы вы научились читать свою липидограмму. Это сколько у вас холестерина, хорошего, плохого. Чтобы вы научились читать свой углеводный обмен, гликированный гемоглобин, инсулин, глюкоза и посчитать индекс инсулинорезистентности. Чтобы вы обратили внимание на свою щитовидную железу, а также сразу закрыли с нулевой ступени дефицит по витамину D и по ферритину. Понимаете, это очень важно. Обязательно сделать замеры. Вот если вы не сделаете замеры, то вы просто не увидите результата. Вес, талия, грудь, бедра, живот — самая выступающая часть. И сделайте, пожалуйста, бумажный график от руки или табличку в Excel для того, чтобы раз в неделю вы обязательно давали себе обратную связь и мне обратную связь. Где наша обратная связь? Седьмой день открываем. Смотрите, день замеров. Каждые семь дней мы делаем замеры. Пожалуйста, замерьте грудь, талию, объём бёдер. Если вы это проигнорируете, вы просто не будете понимать, что вы верного и правильного добавили в эту неделю, что у вас пошёл результат. Понимаете? И тогда это будет просто ваша информация, которую вы от меня взяли и положили куда-нибудь на полку. Теперь идём на четырнадцатый день. Так, четырнадцатый день. Где же здесь, боже, ага, заходите. Так, подождите, на четырнадцать дней тоже должна быть замеры. Где-то они у нас запропастились. Ну, добавлю, добавлю. Ладно, давайте двадцать первый день посмотрим, есть ли у нас. Вот, день замеров, день замеров, день замеров. То есть седьмой, четырнадцатый и двадцать первый день – это день замеров. Не игнорируйте, пожалуйста. И заключительная часть. Я вас поздравляю с финишем нулевой ступени. Ещё раз говорю, каждый день одно видео открывайте. Не надо пить залпом, надо пить маленькими глоточками, информацию в том числе. Тогда вы придёте на изучение нулевой ступени, тогда у вас уйдёт двадцать один день. И на первую ступень у вас тоже уйдёт двадцать один день. Она ещё не полностью нами выложена, потому что мы идём вслед за вами. Как только вы дойдёте до первой ступени, мы обязательно её полностью всё раскроем. Вот сказка про Таню Бухгалтера. Замечательная сказка, я её очень люблю. Вот, варианты завтраков здесь, пожалуйста, и трекер привычки для первой ступени. Почти на каждой ступени есть трекеры привычки. Почему на каждой? Ну, уже на шестой ступени я не выставляю и далее трекеры привычек, потому что вы уже основные моменты словили. У вас уже крутые результаты на тот момент времени. И вы знаете, зачем следить, зачем следить. А здесь вот на первой ступени, как завтракать. На первой неделе первой ступени просто начинаем завтракать. А вторая неделя первой ступени мы уже учимся переваривать пищу. А третья неделя первой ступени мы потихонечку выходим на норму по белку. Пожалуйста, потихонечку, это прям потихонечку. Я вам очень подробно расскажу, как это делать и какая у вас норма по белку. Это очень важно. Так, идём дальше, идём дальше. Вот так вот мы и работаем. Что у нас ещё есть? У нас есть конспекты здоровья. Все хотят прям начать с биологически активных комплексов. Спокойно, друзья, не торопитесь. Не надо начинать с помогательных методов. Основные методы — это движение, это питание, это вода. Ну давайте ещё раз. Основные методы — это движение, нулевая ступень. Это питание строим тело. Это вода, тургор возвращаем. Это плавим жиры, разбираемся с углеводами. Это строим мембраны, клеточная защита. И потом, уже как надстройка, идут программы очищения организма. Лимфодренаж, убьём грибов, глистов на шестой ступени и всяких условно-патогенных. Потом на седьмой ступени добавим волшебства, фрустальный мрак, бокала, а это минералы, витамины. Разберёмся с потребительской грамотностью. Заполучим себе молодую осанку. Поправим лицо. Сделаем каждое движение молодым и научимся передавать эти знания другому. Боже, нас ждут великие дела, друзья, великие дела. Не надо сразу кидаться на конспекты здоровья. Я вас научу. Практически все конспекты здоровья включены в нашу программу. Вы просто будете выбирать, какой вам нужен, а какой не нужен. Вы будете в этом разбираться. Вы станете себе, сам себе нутрициолог, высоко профессиональный. Обещаю. Что такое чат поддержки. В этом чате вы можете задать вопрос. Вот, например, здравствуйте, Лена, я новичок, проблем со здоровьем много. И спрашивает меня Татьяна, а я ей отвечаю. Смотрите, я отвечаю ниже. Ответ для Татьяны. Да, вот. На нулевой ступени. Самая важная стача расходиться. Вот я ей ответила. Вот, что вы делаете? Вы, когда получили замеры на седьмой, на четырнадцатый, на двадцать первый день, вы мне что-нибудь напишите. Это называется «пожалуйтесь» или «похвастайтесь». Это очень важно. Или если есть активный вопрос в течение ступени, тоже задайте его. Вот, и я на него отвечу. Хорошо? Вот, таким образом мы идем от ступенечки к ступенечке. Поймите, вот эти двенадцать, фактически, ну да, двенадцать ступеней, это как двери. Через каждую из них в организм может войти беда под названием болезнь, износ, старость. А мы эти двери все закрываем на ключики, и к нам никто не проскочит. Ни одна болячка, ни один износ, и никакая старая старуха, которая хочет забрать нашу молодость. Поэтому спокойно, уравновешенно, ступенечку за ступенечкой проходите и радуйте меня своими результатами.